С началом нового учебного года комплексная детско-юношеская спортивная школа Славутича проводит набор девочек и мальчиков для занятий спортом в различные секции и отделения. Наша съемочная группа побывала на тренировке по тяжелой атлетике, где гостеприимно нас встретил тренер Юрий Петрович Каленский. Тяжелая атлетика – это вид спорта, которым я занимаюсь всю жизнь, поэтому она для меня, вы представляете, что это, наверное, сама жизнь. Говорить о том, что это для меня самый любимый вид спорта, тоже излишне, поэтому ежегодно, пользуясь случаем, вы приходите, и спасибо вам за это, что пропагандируете наши виды спорта. Пользуясь случаем, хочу пригласить мальчиков и девочек, потому что тяжелой атлетикой занимаются не только мальчики и девочки, возраста 10-13 лет, то есть 2005-2008 года рождения, приходить в Белгородский ФОК заниматься тяжелой атлетикой. Кто хочет быть сильным, стройным, крепким характером, мы ждем вас. Запись производится с 15.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, до 21.00. Телефон 2-65-38. Занятия проходят на отделении тяжелой атлетики детско-юношеской спортивной школы Славутича на базе Белгородского ФОКа. На отделении нашем ФОКе тренеры работают, два тренера. Это Зубец Геннадий Сергеевич, воспитанник, кстати, тяжелой атлетики города Славутича, мастер спорта Украины. И я, Каленский Юрий Петрович, мастер спорта СССР. Конечно, тяжелая атлетика – непростой, но результативный вид спорта. Это красивое и здоровое тело, волевой и сильный характер, умение постоять за себя и защитить других, воспитание с детства настоящих моральных качеств и умение дружить. Мне очень нравится ходить. Поднимаю уже около 24 килограммов. Очень успешно выступаю, мне очень сильно нравится, и я буду продолжать ходить сюда, и буду ходить. Ты сюда пришел заниматься, потому что папа так захотел, или тебе самому захотелось? Сначала я не хотела, но потом я поняла то, что надо, и то, что мне это нравится, вот теперь занимаюсь. Хожу также еще и на танцы, и на гитару. Так, то есть ты столько всего совмещаешь. А скажи, пожалуйста, вот что ты можешь сказать про тренера? Какие у тебя тренеры? Тренеры очень хорошие. Они, если ты что-то неправильно делаешь, то они всегда поправят, помогут. Если тебе, например, тяжело или что-то болит, они тебе скажут, что делать правильно. Они очень хорошие. Сейчас для тебя тяжелая атлетика что означает? Для меня это быть сильным и здоровым, и быть, то есть, к всему готовым. Например, когда я вырасту, то есть нужно защищать людей. А как давно ты здесь занимаешься? Года три. Ага, ну если года три, значит тебе нравится. Вот хотелось бы узнать, что именно тебе нравится? Все, качаюсь, занимаюсь, занимаюсь спортом. Ну вот если вспомнить Кирилла три года назад, и увидеть, какой он сегодня, что-то произошло, как-то ты изменился? Что изменилось тебе? Вытянулся, вырос. В характере ты стал сильнее? Да. Насколько сильнее? Значительно. Значительно сильнее. Тренеры хорошо помогают, становятся легко. Со временем привык уже. Уже не так тяжело. Думаю, дальше буду заниматься. Все будет хорошо. В будущем как-то собираешься с этим связать в свою жизнь? Хочешь быть чемпионом? Да, хочу. Что для этого будешь делать? Все возможное. Сильные, здоровые, смелые, красивые, уверенные в себе и своих силах. Качества, присущие настоящим мужчинам. Хотя этот вид спорта уже давно стал любимым и для представительниц слабого пола. Тяжелая атлетика, она сама за себя говорит, наверное, для сильного пола. А вот как девочке, не будет им вредно? Нет, абсолютно не вредно, тем более на начальных этапах подготовки. Потому что дети приходят 9, 10, ну 9 редко, в основном 10-11 лет. И они, естественно, начинают делать, как мы в школе начинаем писать крючочки, так они здесь начинают простейшие физические упражнения. То есть наша задача первых годика, чтобы они втянулись в режим, потому что сложно в 10 лет и школа, и здесь они втянулись в режим. И укрепляли постепенно все группы мышц. Потому что, ну, ослабленные в основном мышцы спины, нужно подтягивать какие-то группы мышц. А мы здесь даем разностороннюю подготовку. Возможности у нас есть. Вот. У нас и настольный теннис, то есть кроме тяжелой атлетики, кроме изучения техники рывка, толчка, соревновательных упражнений, есть у нас еще много тренажеров, гантели, гири, канат, кольца, груша, настольный теннис, бадминтон. Поэтому возможности широкие. Здесь у нас рядышком есть сетка, где мы можем футбол играть, когда тепло. Поэтому возможности для разносторонней подготовки полные. И тем более в нашем городе уникальные условия. Мы живем в условиях, где нет транспорта, далеко добираться не надо. Это в условиях сбора просто все происходит. Другие дети в других городах могут только мечтать об этом. А мы это имеем. И это надо ценить и пользоваться этим. Тренировки у нас каждый день, шесть раз в неделю. Понедельник, вторник, четверг, пятница силовые тренировки. Среда, вот как сегодня вы наблюдали и снимали, у нас или игровая, или упражнение общей физической подготовки, упражнение на развитие быстроты, ловкости, прыгучести. И в субботу у нас, когда открывается бассейн, мы ходим в бассейн. Вот такая разносторонняя подготовка. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех и мальчиков, и девочек. Квист спорта интересный. Когда человек начинает заниматься, он втягивается, ему становится интересно. Цель перед собой ставит и идет к этой цели, достигает. Потом следующая цель, втягивается и побеждает. В конце концов, становится сильным, здоровым, красивым и умным парнем. И девочкой. Приходите в Белгородский ФОК. Там очень хорошие тренеры. Там вы получите очень много знаний, будете сильными, здоровыми, будете всем защитять. И, может быть, станете в будущем, если будете хорошо заниматься, может быть, в будущем станете тренером. Или чемпионами. Ну, может быть, чемпионами. Ребята, приходите. Здесь хорошо, ничего плохого в этом нет. Тренера помогут. Вырастите, станете спортсменами, будете чемпионами. Спасибо.